Здравствуйте! Сегодня я прочту для вас рассказ Антона Павловича Чехова «Размазня». На днях я пригласил к себе в кабинет гувернантку моих детей Юлю Васильевну. Нужно было посчитаться. «Садитесь, Юля Васильевна», — сказал я ей. «Давайте посчитаемся. Вам, наверное, нужны деньги. Вы такая церемонная, что сами не спросите». «Ну-с, договорились мы с вами по 30 рублей в месяц». «По 40?» «Нет, по 30. У меня записано. Я всегда платил гувернанткам по 30». «Ну-с, прожили вы два месяца». «Два месяца». «Два месяца и пять дней». «Ровно два месяца». У меня так записано. «Следует вам, значит, 60 рублей. Вычесть 9 воскресений». «Вы ведь не занимались с Колей по воскресеньям, а гуляли только». «Да три праздника». Юля Васильевна вспыхнула, затеребила оборочку, но ни слова. «Три праздника». «Долой, следовательно, 12 рублей». «Четыре дня Коля был болен и не было занятий. Вы занимались с одной только Варей». «Три дня у вас болели зубы, и моя жена позволила вам не заниматься после обеда». «Двенадцать и семь девятнадцать». «Вычесть» останется 41 рубль, верно?» Левый глаз Юли Васильевны покраснел и наполнился влагой. Подбородок ее задрожал. Она нервно закашляла, засморкалась, но ни слова. «Под Новый год вы разбили чайную чашку с блюдечком». «Долой два рубля». «Чашка стоит дороже, она фамильная, но...» «Бог с вами». «Где наша не пропадала?» «Потомс, по-вашему недосмотру, Коля полез на дерево и порвал себе сюртучок». «Долой десять». «Горничная тоже, по-вашему недосмотру, украла у Вари ботинки». «Вы должны за всем смотреть, вы жалования получаете». «Итак, значит, долой еще пять». «Десятого января вы взяли у меня десять рублей». «Я не брала», – шепнула Юлия Васильевна. «Но у меня записано». «Ну пусть. Хорошо». «И сорока одного, вычесть двадцать семь, останется четырнадцать». Оба глаза наполнились слезами. На длинном хорошеньком носике выступил пот. Бедная девочка. «Я раз только брала», – сказала она дрожащим голосом. «Я у вашей супруги взяла три рубля». «Больше не брала». «Да?» «Ишь ведь, а у меня и не записано». «Долой из четырнадцати три, останется одиннадцать». «Вот вам ваши деньги, милейшая. Три, 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 один и один. Получитесь». И я подал ей одиннадцать рублей. Она взяла и дрожащими пальчиками сунула их в карман. «Мерси», – прошептала она. Я вскочил и заходил по комнате. Меня охватила злость. «За что же, Мерси?» – спросил я. «За деньги». «Ведь я же вас обобрал, черт возьми, ограбил. Ведь я украл у вас. За что же, Мерси?» В других местах мне и вовсе не давали. «Не давали?» И не мудрено. Я пошутил над вами. «Жестокий урок дал вам. Я отдам вам все ваши восемьдесят. Вот они в конверте для вас приготовлены. Разве можно быть такой кислятиной? Отчего вы не протестуете? Чего молчите? Разве можно быть на этом свете не быть зубастой? Разве можно быть такой размазнёй? Она кисло улыбнулась. Я прочёл на её лице. Можно. Я попросил у неё прощения за жестокий урок и отдал ей к её великому удивлению все восемьдесят. Она робко замерсикала и вышла. Я поглядел ей вслед и подумал. «Легко на этом свете быть сильным». Звучит. Подписывайтесь на наш канал! Подписывайтесь на канал!